Мода – это блюдо, которое подается горячим. Здравствуйте! Вы смотрите свежеприготовленный выпуск программы «Новая Я». В последнее время, когда количество кулинарных программ в нашей стране просто зашкаливает, подача модных блюд в программе «Новая Я» продолжает оставаться эксклюзивной и неповторимой. Пожалуй, начнем. Ирина. 35 лет. Домохозяйка. Мама двоих детей. Воспитывая детей словно принца и принцессу, совсем забыла, как должна выглядеть королева. Надеется, что кардинальные перемены позволят ей блистать на модном троне. Знакомьтесь, наша сегодняшняя героиня Ирина. В своем коротком, но трогательном письме она написала, что ее мечта – увидеть в глазах детей гордость за свою маму. Доказать им и, конечно, себе, что и на нее можно смотреть с восхищением. Ради этого Ирина готова на любые перемены. Ее решительность не могла оставить нас равнодушными. Ведь в чем-в чем, а в переменах мы знаем толк. Почему я обратилась? Мне нравится, как я... Морщины у меня много. Хочу преобразиться. У нее хорошо. Глаза серые, красивые глаза. Можно по глазам только уже делать красивый цвет. Слышу тоже так. Мне практически подробно нужно сделать. Мы видим этот образ, его нужно делать. Не думайте о том, что... Первая встреча нашей новой героини со стилистами «Импульс» «Дэй энд Найт Бьюти Студии» прошла успешно. Мы намерены подарить Ирине полный апгрейд образа. Какой именно, вы узнаете совсем скоро. Добро пожаловать в «Импульс» «Дэй энд Найт Бьюти Студио». Салон с абсолютно новой концепцией для города Кишинева. Мы работаем до последнего клиента. Иногда наш рабочий день заканчивается в полночь или даже в 2 и в 3 часа ночи. Этот график работы идеально подходит для людей, которые поздно заканчивают свой рабочий день. Либо для людей, которые планируют ночью в аэропорту выглядеть великолепно. В нашей студии работает опытная команда, настоящие профессионалы своего дела. Начиная от косметологов, мастеров, маникюра и пизикюра, заканчивая командой стилистов и визажистов. В ближайших выпусках программ «Новая я» вы в этом убедитесь сами. Как у незамужних девушек, так и у замужних дам проблема одна – нездоровый цвет кожи и проблемная кожа лица. И у одних, и у других это происходит от бессонных ночей. Одни гуляют по клубам, а другие сидят с детками. У нашей героини настолько обезвожена кожа, что мы не могли не записать ее на прием к косметологу. В ходе диагностики мы определили, что у сегодняшней нашей героини Ирины сухой тип кожи. Сухая кожа нуждается в более выраженном уходе, а также в дополнительном увлажнении, так как вырабатываемые ею секреты кожного недостаточно для естественной защиты. Она подвержена к воздействию агрессивных факторов окружающей среды. Из-за этого она теряет эластичность, упругость, появляются преждевременные признаки старения, такие как поверхностная либо глубокая сеть морщин. Постоянными жалобами обладателями сухого типа кожи появляются чувства стянутости, а также периодически появляющиеся шелушения и раздражения кожи. Для Ирины сегодня мы провели процедуру экспресс оптимального увлажнения. Мы начали с бережного и мягкого очищения кожи при помощи молочка, который содержит экстракт из цветков ромашки, очень нежно и бережно очистил нам кожу. Затем мы протонизировали ее специальным тоником. Это очень важный этап в данной процедуре, так как он нейтрализует действия хлорированной воды, а также завершает весь этап очищения. Затем мы провели легкий поверхностный пилинг, гаммаж, который выровнял структуру кожи, избавил нас от участков шелушения, раздражения, улучшил качество и цвет кожи. После этого мы нанесли концентрат специальный с высоким содержанием гиалуроновой кислоты и провели очень бережный и легкий массаж. И заключительным этапом нашей процедуры была альгинатная маска. Маска очень комфортная, приятная. Она осуществляет очень мощное увлажняющее действие, римфодренажное, а также антиоксидантное действие. И в заключение мы нанесли увлажняющий крем, обязательно с использованием факторов. После нашей процедуры мы улучшили качество кожи Ирины, и теперь она готова к нанесению макияжа. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Весна – это время перемен, и пора менять образ. Хотелось бы узнать, когда вы в последний раз посещали салон? Перед Новым годом. Вы знаете, что наша студия «Импульс» работает и в ночное время? Серьезно? Да. Так что получите максимум удовольствия, расслабьтесь, мы проведем это время с толком. Ирина, вы готовы? Да. Отлично. Тогда мы поехали. Мода. Как много в этом слове. О чем это я? А, как много для этого слова делают дизайнеры, как мировые, так и наши местные. Казалось бы, зачем столько пафоса вокруг простого пошива одежды? Но обычный дизайн без видения – это как пресное блюдо без перца и соли. По-моему, переборщила. Начало весны в Кишиневе ознаменовалось мероприятие «Молдова Fashion Days». Известные модельеры наряду с новыми талантливыми дизайнерами представили свои коллекции весна-летом. Первый день показ открыла коллекция дизайнера Юлия Алерт. Мы очень рады, что в этом году нам выпала честь открывать Fashion Days «Молдова». Надеюсь, мы не разочаруем, не откатя от своих традиций. Наша коллекция была сделана снова для женщин, которые ведут активный образ жизни, которые целеустремленные, которым хочется выглядеть неординарно, которые будут выйти утром из дома и при этом до вечера выглядеть стильно, комфортно. Коллекция была выдержана стандартно в наших цветах черный и белый с добавлением весно-голубого, бежевого и серых оттенков. Главным посылом этой коллекции была идея того, что мы в силу происходящего в мире должны остановиться вести себя неправильно. Я очень хотела, самое главное, что мы должны делать, это уважать друг друга, быть интеллигентными, относиться друг к другу с достоинством, и это была одна из основных идей этой коллекции. На наших сумках были использованы слова, которые, я думаю, будут понятны всем на всех языках любой точки мира. Это респект, интеллигентс, толеранс. Я надеюсь, эти слова будут обоминанием каждому вечеринку, ценностям, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни. На показе представлена часть коллекции, естественно, соответственно, всю коллекцию можно увидеть в наших желудках. Молдова Fashion Days проводилась уже в девятый раз в особом месте и формате двухдневного показа. На подиуме шоу дефилировали профессиональные модели, которые представили весеннелетние коллекции 23-х молдавских дизайнеров, среди которых Джулия Алерт, Жоржет, Лам де Фам, Людмила Старожук, Секана и многие другие. Весеннелетние коллекции нас вдохновляли, как всегда, наши любимые женщины. Мы использовали стельные тона, бледно-желтые, бледно-голубые, белые, молочные. Мы использовали такие ткани, как кружево, арганту, парча. Есть несколько принтов, но тоже все спокойные, лисейкие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За время двухдневного показа мероприятие посетило более 500 приглашенных гостей, которые по достоинству оценили уникальное событие модной индустрии нашей страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашу героиню зовут Ирина. У нее тонкий вьющийся волос, он достаточно пористый и сжженный после последнего окрашивания. Сегодня перед нами стоит задача не только создать новый образ, но и реанимировать ее волосы, сделать его более живым и здоровым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Испокон веков у девушек славились более вьющиеся и длинные волосы. Исходя из этого, героиня хотела наверняка отрастить свои волосы, чтобы ее волосы были более красивыми, чтобы ее волосы были более красивыми, более вьющиеся, длинными. Но ее волос настолько поврежден, что мне предстоит его отрезать. А вот насколько вы увидите позже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цвет блонд может так же, как и подходить, так и не подходить человеку. Может и молодить, и его взрослить. В случае с нашей героиней светлый цвет волос прибавляет ей возраст. Волосы у нее пористые и очень тонкие. И мы будем проводить такое окрашивание, как уплотнение. Это краситель плюс лечение. То есть сегодня мы разрушим этот стереотип, что окрашивание вредит волосам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Перед нанесением макияжа ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Поэтому мы решили изменить ей образ и сделать стрижку более короткой В этом году в тренде более короткие стрижки, а также стрижки более средней длины Еще одна причина в том, что мы выбрали короткую стрижку, наша героиня домохозяйка Поэтому короткая стрижка облегчит ее жизнь Укладку она будет делать намного проще и легче Кроме того, не забывайте о том, что длина ваших волос должна вписываться в ваш рост Поэтому наша героиня не имеет слишком высокий рост И короткая стрижка подойдет ей намного лучше, чем длинная Я применила технику под забавным названием закрытый банан Поскольку у нашей героини глубоко посажены и широко расставлены глаза Такая техника позволяет исправить природные особенности лица нашей героини Новый образ нашей героини создавался теплым Теплый оттенок волос, соответственно, теплый оттенок теней макияжа Девушке весной, как никогда хочется сказать, будьте прекрасны Окрашивание сегодня было сложным и состояло из нескольких этапов Для начала я ей выделила несколько прядей и их осветлила Затем мы придали общий тон волосам и затемнили корни Для того, чтобы цвет волос смотрелся более плотным и сочным Рыжий цвет волос, он не однотонный Он переходит от более темного к более светлому Конечно же, такой цвет окрашивания подойдет не всем Поэтому нужно учитывать ваш цвет кожи, цвет глаз и цветотип Если у девушек цвет глаз от зеленого до светлокарио Значит, вам 100% подойдет такой цвет окрашивания волос Солнышко нас уже согревает И цвет волос нашей героини также будет согревать нас, как солнце Солнышко нас уже согревает нас, как солнце Реакцию героини мы уже увидели, а теперь мы в предвкушении, как встретят ее близкие Несмотря на внешнюю сдержанность и скромность, Ирина не лишена здоровых амбиций Именно у нее в ближайших планах начало собственного дела Поэтому я и подбирала первый комплект для работы Передо мной не стояла задача сделать ее очень строгой, очень деловой А сохранить именно ту природную женственность, которая в ней присутствует Поэтому это не юбка-карандаш Это нежные такие женственные, очень игривые шорты-юбка Блузка очень нежного розового цвета Это и ярко-синий пиджак в однородный белый рисунок Все вместе смотрится очень элегантно, очень интересно Очень хорошая цветовая гамма, которая прекрасно подчеркивает дивные глаза Ирины И в целом, в общем, комплект получился очень интересным Еще один яркий акцент – это фиолетовая сумка, которая по форме очень подойдет для деловых будней Шорты вообще являются неотъемлемой частью весенилетнего гардероба В этом сезоне они по-прежнему в тренде И здесь важно не путать летние шорты от весенних и от офисных Они все разные по фактуру, по цвету, по длине и для разных целей Поэтому здесь без модной информации для наших телезрительниц и модниц просто не обойтись Такой предмет гардероба, как юбка-шорты, вошел в моду более 200 лет назад Изначально носили юбку-шорты лишь как одежду для велосипедных прогулок в теплое время года В повседневной жизни встретить женщину в такой юбке было невозможно Однако оригинальный фасон, удобство и практичность послужили тому, что в наше время юбка-шорты завоевала невероятную популярность Итак, кому подходят юбка-шорты? Всем женщинам без исключения Она очень удачно подчеркивает достоинства любой фигуры и скрывает имеющиеся недостатки Так, например, худенькие девушки могут создать видимость талии за счет расширяющегося низа юбки Обладательницам типа фигуры перевернутый треугольник юбка-шорты с накладными карманами Также прибавляет недостающий объем в области бедер, делая фигуру более пропорциональной Ну а девушки с фигурой груша и яблока при помощи данного фасона могут удачно скрыть слишком широкие бедра Если вы собираетесь надеть юбку-шорты, подумайте о длине Чем она короче, тем более наряд предназначен для свободного стиля одежды Для офиса и деловой встречи идеальная длина до середины колена Для отдыха подойдет фасон с длиной до середины бедра Тут важно помнить правило, чем выше ваш рост, тем ниже может быть линия подола С помощью такого приема можно скорректировать визуальный рост и наличие избыточных килограммов И, наконец, главный вопрос, с чем носить юбку-шорты Этот предмет гардероба сам по себе является провокационным и требует правильного подбора дополняющих предметов гардероба Юбка-шорты с длиной мини – это вариант для отдыха и досуга Для офиса и деловых встреч они являются однозначным табу Соответственно, в пару к ним можно подобрать легкий топ, стильную рубашку или свободную футболку Здесь стоит соблюдать только одно правило При разноцветном верхе берем однотонный низ и наоборот К офисной юбке-шортом в пару можно подобрать шелковую блузку, кружевной топ, строгую рубашку и обязательно туфли на высоком каблуке В утренние и вечерние часы дополнением может стать легкий кардиган или жакет Надеемся, что юбка-шорты для нашей героини вдохновит вас на новые модные подвиги При желании в этом комплекте жакет можно заменить на пальто на размер больше Так называемую сайс, которая не сдает своих позиций уже который сезон подряд Туфли можно заменить на модные сникерсы И смело ехать на неделю моду в любую из мировых столиц Она успешно попадет в объектив с 300 фотографов Продолжение следует... Продолжение следует... Второй образ понравился мне больше всего В нем пахнет весной Он выдает в нашей героине очень модную и стильную девушку, даже не женщину Я уверена, что это образ для любимой дочери, которая точно его оценит Здесь, казалось бы, такая строгая юбка-карандашная за счет полосок Которые, кстати, абсолютно ее не полнят Что обычно случается при других фигурах Ей очень идет и в нем она мне понравилась больше всего Да, действительно, этот образ очень интересный, он и мне тоже понравился больше всего Несмотря на свой строгий крой, да, вроде бы классическая юбка-карандаш Тем не менее, за счет вот этих самых полосок она скорее относится к спортивному стилю Поэтому логично сочетать ее именно со свитером объемного кроя И вот с подобной курткой-жилеткой, да, вроде бы совсем спортивной И обувью на плоском ходу, то есть обувью без каблука Это могут быть модные сникерсы, опять же, слепоны или макосины Я остановила выбор на малиновых макосинах, чтобы добавить цвета Вот, это образ для себя, для детей и для выходного дня Еще один яркий акцент – это сумка с цветочным принтом Которая смотрится очень по-весеннему Сумка от нашего любимого бренда Фурва Я не могла ее не взять, потому что она действительно очень яркая, очень интересная, смотрится по-весеннему Я не могла ее не взять, потому что она действительно очень яркая, очень интересная, смотрится по-весеннему Ирина при первой встрече произвела на нас очень такое впечатление строгой Настроенная на серьезный лад девушки Поэтому третий образ, он классический, выдержанный под ее характер Ну, по крайней мере, под впечатление, которое она производит в первый раз Да, действительно, более классическое сочетание сложно себе представить Это любимое сочетание цветов Коко Шанель Это красный, белый, бежевый и черный Этот красный добавляет ей уверенности Который ей так не хватает Это вызов, это энергия, это любовь, в конце концов Да, то есть это, опять же, весна Сочетание довольно необычное, неожиданное Вроде бы платье черно-бежевое Тут такой вот черно-белый, да, там, в шахматную клетку, жакет Но я всегда говорю всем, что самые стильные образы получаются именно на неожиданных сочетаниях Поэтому, девушки, не бойтесь экспериментировать и сочетайте несочетаемое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обычно в наших программах после нашего обсуждения стильного происходит встреча И новый образ оценивают родные, близкие, мужья, подруги и так далее Но сегодня мы решили немножко поменять концепцию программы, вернее, ее окончание Мы попросили детей нашей героини, разложили перед ними картинки Попросили их выбрать самую красивую девушку Ну, как догадались наши телезрители, там среди них была фотография их мамы Посмотрим, какую фотографию выбрали дети и как они встретят свою преображенную маму Маленькая девочка Маленькая девочка маленькому мальчику задает вопрос Что такое небо? Что такое солнышко? Что такое любовь? А ты меня любишь? Ага А ты со мной будешь? Ага Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда А что скажет мама, а что скажет папа, когда будем вместе гулять? Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть Получилось Красиво Мне очень нравится цвет волос, красивый А макияж супер, очень красивый Долгий съемочный день, благо студия «Импульс» работает до последнего клиента Успешно завершен Все новым образом довольны Мы тоже, надеемся, вам понравилось В завершении хочу сказать вам лишь одно Дорогие девушки, если вы хотите перемен, пожалуйста, захотите их для себя самой Ни для мужа, ни для свекрови, ни для детей Просто любите себя Всем пока, до новых встреч! Мимо нас, мимо нас, пяное солнце Оно уйдет и больше не вернется Ну что же ты молчишь, не поднимая глаз Мимо нас, мимо нас, мимо нас Люди и птицы Они летят, чтобы все-таки разбиться Убей меня потом Но только не сейчас Сейчас Ну что же ты молчишь, не поднимая глаз Ну что же ты молчишь, не поднимая глаз Мимо нас, мимо нас Мимо нас, мимо нас Люди и птицы Они летят, чтобы все-таки разбиться Убей меня потом Но только не сейчас Сейчас Мода — это блюдо, которое подается горячим И вот так вот, да? Попытка номер 588 Мода — это блюдо, которое подается горячим Ирина, вы здравствуйте Вся правда о том, как мы это делаем Теперь мне остается сделать свой грязный дел Подается горячим Субтитры сделал DimaTorzok